Здравствуйте уважаемые трейдеры, инвесторы. С вами на связи Виталий Кухта. Сегодня у нас пятница. Программа открытый микрофон. Сделаем предположение по индексу S&P 500 по американским рынкам акций. Есть у меня одни мысли. Они пока имеют характер предположений. Есть несколько сигналов. Они все не полные для хороших идей. Но в принципе можно присмотреться и понять их. Я расскажу сейчас детально. Я в среду на битве трейдеров немножко о S&P 500 уже говорил. Итак начнем. Первое. Если мою программу открытый микрофон. Вы смотрите уже давно. Точнее я начал ее вести где-то примерно в начале этого года 2020. Точнее где-то с декабря прошлого года. Где-то там ноябрь-декабрь начал проводить. Я очень детально рассказывал о S&P информацию, что когда мы находились в этом диапазоне. Я говорил, что здесь есть признаки на шорт по индексу S&P 500. Первое, что это было. Это фактор перекупленности рынка. На тот момент я показывал статистику. Я ее сейчас повторять не буду. Сантимент по рынку находился на исторических максимумах. Когда мы, во-первых, в графике находились на исторических максимумах. И плюс, когда мы торговались в этом диапазоне, инвесторы видели еще дальше и выше этот рынок. Только в лонах. Никаких шортов. И плюс, это первый признак на шорт, который я говорил. Посмотрите записи, которые были выложены зимой этого года. Плюс технические, скажем, индикаторы. Кто-то верит в этот индикатор, кто-то нет. МСД показывал, что на тот момент у нас была дивергенция. Дивергенция в данной зоне. Я говорил, что каких-то сильных здесь паттернов на шорт не было. Но рынок смотрится на шорт. И как видим, с этого диапазона мы сделали практически 30% снижения. Этот обвал был очень сильный. Многие пострадали на этом рынке. Поэтому, что мы имеем на сегодня? На сегодня имеем практически аналогичную картинку. Первое. По сантименту рынок аналогично находится на максимумах. Я этот сантимент в последний раз смотрел по индексу Dow Jones еще несколько месяцев назад. Он находился на максимумах исторических. Плюс у нас снова есть дивергенция дневная. Плюс самый главный момент, который был, кроме вот этих всех факторов, которые касаются на обвал индекса S&P 500, который я предполагал в начале этого года. Сейчас, я предполагаю, да, это был момент по индексу страха. На тот момент, именно зимой, индекс страха торговался, вот смотрим, вот всю зиму, вот с начала января, точнее еще с прошлого года, летом, мы торговались в районе 13 пунктов, здесь был очень хороший паттерн, я этот паттерн очень люблю торговать среднесрочно, долгосрочно, ну и локально он торгуется, то есть здесь мы всегда там в фрейме, а так как у нас здесь был, вот он, то есть эту модельку я называю корень, он формировался еще с 2018 года, я тоже о нем все время говорил зимой, что ожидаю обвала индекса S&P 500, потому что плюс индекс страха формирует выстрел наверх, и он, в принципе, это не то, что выстрел был, это просто был космос, мы сделали в район 80, залетели, и, в принципе, на текущий момент есть здесь тоже признаки на лонг, они, конечно, не такие сильные, как вот здесь, потому что данный паттерн, который был зимой, его, понятно, с этим нельзя сравнивать, он здесь маленький, вот сейчас я его увеличу, чтобы вы понимали, вот он, да, смотрите, то есть вот так, то есть вот здесь небольшой, он, в принципе, уже себя отработал, я еще о нем говорил в среду на битве трейдеров, что, в принципе, возможно купить индекс страха, я его, кстати, покупал, скажем, часть зафиксировал, сейчас сижу дальше, буду смотреть, что будет, в безубытке, в принципе, мы вчера где-то там более 5% выросли, немножко под конец дня задвили вниз, это очень плохо, но, в принципе, есть какие-то предпосылки на лонг, они не сильные, но это очень сильный фактор, конечно, мы находимся не на тех минимумах, это, то есть мы торгуемся в районе там 25 и выше чуть-чуть, да, вот зимой мы торговались в районе там исторических минимумов, 13, то есть это практически на 50% выше, но имеем то, что имеем, конечно, вчера была реакция, почему она была, потому что был паттерн, хорошая торговая модель, корень, который я люблю очень торговать, контртренд, а так как у нас сейчас тренд идет нисходящий по индексу страха, мы несколько месяцев ведем вниз, это была контртрендовая сделка, она себя отработала частично, но реакции вчера, кстати, на индексы S&P 500 не было, то есть она была минимальная, то есть я шортил, вывод делал по безубытку, сейчас снова рассматриваю шорт, здесь мы даже, скажем, я вижу только здесь дивергенции на часовиках, на дневках, но есть еще дивергенция, конечно, на месячном графике, то есть она глобальная, есть здесь на текущий момент ложный пробой вчерашнего хая, то есть это является уровнем, посмотрим, как Америка будет, какую реакцию будет на этот уровень давать, плюс у нас есть, скажем, сигнал по, мне знакомый трейдер подсказал по Вульфу, я его называю Вольф Мессинг, да, стратегия Вольфа Мессинга, скажем, я ее не пользуюсь, но можно ее добавить на часовиках. Каких-то дневных моделей пока нету здесь на шорт, есть там, скажем, предпосылки по другим индикаторам, но я так скажу, вот здесь, когда мы делали разворот в феврале текущего года, там тоже дневных моделей не было на шорт, только на часовиках, поэтому, почему я предлагаю там шорти, понятно, с определенными рисками, там 1-2% не большего депозита ставить за вчерашний, за сегодняшний локальный максимум, если кто-то рассматривает шорт, или просто может понаблюдать и уже входить в шорт, когда будут более сильные дневные модели, это когда, скажем, они нарисуются, я уже скажу, но даже вот здесь по S&P дневных моделей не было на шорт. Единственная дневная модель была даже там по Dow Jones, по Nasdaq, ее не было, была по индексу RTS, это российский рынок, была такая хорошая модель, чуть-чуть корявая, но была дневная модель на разгрот рынка, и была самая лучшая модель, дневная, это индекс BVS, это бразильский индекс, там вообще было шикарно, там было понятно, что там будет шорт. Поэтому, если кто сильно рисковый, скажем, может рассматривать шорты, если более консервативный, хочет подождать более надежного сигнала, может его ждать, если он будет, я буду в следующих обзорах говорить. Конечно, сегодня такая лирика, долгий обзор, сугубо S&P 500, но к нему стоит присмотреться. Вот такой момент. Ну, в принципе, Dow Jones, NASDAQ, там все аналогично, Dow Jones сделал аналогично ложный пробой вчерашнего хая, NASDAQ пока не сделал, индекс VIX пока смотрится наверх. Ну, еще можно добавить обзор по рынку нефти. Здесь аналогично. На текущий момент что-то похожее на шорт. Мы вчера обсуждали с ребятами в открытом клубе возможный шорт по бренду. Он был такой не сильно надежный, но он начал падать. Был уровень 46.20, по Lite аналогично уровень у нас в районе там 43.50. Мы вчера, в принципе, хорошо отпадали, но снова чуть-чуть выкупили. Это мне не нравится. Вообще, все падения по нефти, то есть, хорошие есть. Много раз я шортил, но они не приносили какую-то среднесрочную прибыль, только там локальную, потом по безубытку, по безубытку, по безубытку. Или там даже по стопам было несколько раз. На текущий момент скажем, есть признаки на шорт, но они тоже слабенькие очень. Есть дивергенция дневная, уже достаточно длинная. Возможно, здесь должна наступить какая-то коррекция по данным инструменту. Как-то вот так. Пока нефть ниже 46, там 20, я ее рассматриваю на шорт. В таком контексте. То есть, топа можно за хайп, прятать и надеяться, что... Ну, тоже слабенький сигнал, но возможно. И так, в принципе, на этом закончим. Я хотел сегодня S&P 500 обсудить в таком формате. И нету сильных сигналов, но есть интерес. Плюс сегодня пятница. Возможно, будут ребята фиксировать, скажем, свои длинные позиции. Почему? Apple, я уже говорил, который гигант на рынке. Он торгуется около 500 долларов. Будет, скажем, сплит на следующей неделе или когда там. Это круглая цифра. Дорого. Хотят раздробить, чтобы инвесторы снова покупали. Посмотрим, какая реакция будет. Конечно, Tesla там космос уже выше 2000. Ну, как-то вот так. Плюс вчера был фундамент такой подошел интересный. Мы там с ребятами разбирали. Мне понравились мои знакомые трендеры, тоже специалисты по фундаменту. Там разжевали очень подробно по инфляции. Конечно, там такой новый термин средняя инфляция. Можете почитать. В принципе, в клубе открыт мистер и миссис кухта есть информация по скажем, по фундаменту там под постом моего знакомого трейдера Ксима. Там есть расписано от Николая по фундаменту очень хорошо. Можете почитать если есть интерес. кто досмотрел до конца спасибо если будут вопросы пишите в комментариях по возможности отвечу ставьте лайки потом будут личные какие-то вопросы пишите в личку меня возможно найти на фейсбуке или телеграме до следующих обзоров до следующих битов до свидания до следующих